Всем привет, с вами Мисс Райт и это выпуск Доравных новостей. Перед просмотром, пожалуйста, включите VPN, этим вы поможете росту и продвижению канала. Поехали! Netflix представил постер к фильму «Городской охотник» по мотивам одноименной манги Ходжо Цукасе. Главные роли сыграют Судзуки Рио Хэй и Морита Мисато. В фильме появятся Андо Масанобу и Кимура Фумино. Сюжет фильма рассказывает о Токио, на улицах которого орудуют множество преступников и криминальных банд, из-за чего в городе появились чистильщики. Сая Барё стал одним из лучших наемников, выполняющих работу, которая не под силу полиции. За свои навыки Сая Барё получил прозвище «Городской охотник». Манга «Городской охотник» публиковалась с 1985 по 1991 год. Сюжет вдохновил создателей из Гонконга, Южной Кореи и Франции на съемки собственных адаптаций. Фильм Netflix станет первой картиной по манге «Городской охотник», снятой на улицах Токио. Создатели перенесли персонажей с конца прошлого века в настоящее время, однако оставили отличительный плащ «Городского охотника», полюбившийся читателям манги. Режиссером фильма выступит Сато Юичи. Мишимо Тацухиро работает на сценариях. Музыкальное сопровождение к картине напишет Отомо Йоши Хиде. Премьера фильма Netflix «Городской охотник» состоится 25 апреля. Новая дорама ТБС «Антигеройс» Хасагава Хироки в главной роли готовится к премьере. «Антигерой» выходит за рамки привычной юридической дорамы, и через антигероя, которого играет Хасагава Хироки, поднимает вопросы. Что такое справедливость? И действительно ли то, что считается злом, плохо на самом деле? Дорама ставит под сомнение здравый смысл в ходе стремительного развития событий. Небольшие триггеры повседневной жизни, такие как «Я пропустил свой поезд» или «Я забыл что-то дома, вернулся за этим», меняют добро и зло местами, и хорошие люди в один миг становятся плохими. Хасагава Хироки сыграет антиадвоката, который оправдает даже убийц. Китамура Такуми и Майо Хотто исполнят роли коллег-юристов, работающих в той же юридической фирме, а Ушимо Юко предстанет в образе помощника-адвоката. Кроме того, Китамура Йошин сыграет прокурора Токийской окружной прокуратуры Ануура Мансай – главного прокурора. Премьера «Антигерой» состоится 14 апреля в 21.00. Дорама будет транслироваться по воскресеньям. Ли Джихун получил звонок от продюсерской группы новой команды JTBC «Искусство переговоров» и решил принять предложение о съемках. «Искусство переговоров» расскажет историю слияния и поглощения между компаниями. Ли Джихун исполнит главную роль и предстанет в новом образе. В качестве эксперта по слияниям и поглощениям. Сценаристом дорамы выступает Ли Сын Йон, а руководить съемочным процессом будет режиссер Ан Пан Сок, создавший такие шедевры, как «Красивая нуна, что покупают мне еду», «Весенняя ночь» и «Тайный роман». Ли Джихун присоединится к съемкам «Искусство переговоров», как только завершится дорама NBC «Старший инспектор», 1958-й съемки которой в настоящее время ведутся. «Искусство переговоров» выйдет в эфир в первой половине следующего года и будет транслироваться по субботам и воскресеньям. Капионская дорама «Харбин» 1944-й получила лицензию на трансляцию. Главные роли в сериале исполнили Ян Ми, Цинь Хао, а также Цян Ци Мин, Джан Ци Сянь, Ван Хэ Жунь и другие. В основе сюжета история группы людей в Харбине, которые во времена японской оккупации ведут подпольную борьбу за родину. В 1939 году Харбин перешел под власть марионеточного прояпонского правительства Маньчжоу Го. Агент коммунистической партии Сунь Чо Вэнь успешно проникает в секретную службу Харбина, где Гуань Сюэ занимает пост начальника специальной полиции. Между двумя агентами начинается противостояние. Дата премьеры пока не сообщается. Гуан Хё Джин собирается присоединиться к Чо Джон Соку в его долгожданном дебютном клипе. Ранее было подтверждено, что Чо Джон Сок дебютирует как певец в новом шоу Netflix A List to Playlist. Это проект, целью которого является дебют актера Чо Джон Соку в качестве певца. Близкий друг Чо Джон Соку, актер Чон Сан Хун возьмет на себя роль генерального директора развлекательного агентства. А Мун Сан Хун поможет Чо Джон Соку дебютировать как певцу. Продюсер Ян Чон У, известный такими шоу как New Journey to the West, Yes Our Flowers, будет работать с Чо Джон Соком и Чон Сан Хуном впервые за 8 лет с момента выхода Yes Our Flowers Iceland. Гуан Хё Джин и Чо Джон Сок уже демонстрировали свою химию популярной дарами воплощения ревности в 2016 году, а также в фильме опергруппа «Авария» 2019 года. Ян Ян был замечен в здании больницы в сопровождении своего менеджера. Актер передвигался на костылях. После приема врач проводил его до машины и еще какое-то время давал какие-то рекомендации. Сообщается, что у Ян Яна рецидив старой травмы, которую он получил на съемках. Актер в данный момент восстанавливается после операции. Известно, что Ян Ян самоотверженно отдается съемкам в каждом проекте и старается обходиться без дублера. Дорама TVN Королева слез привлекла всеобщее внимание и заняла третье место в топ-10 Netflix. Имея рекорд просмотров в 3,5 миллиона, драма оставила весомый след в рейтинге сериалов в неанглоязычной категории. Захватывающая история любви, вращающаяся вокруг Хон Хэй, наследницы универмагов Queens Group, Эпэк Хёну, юридическом директора конгломерата Queens Group, нашла отклик у зрителей по всему миру. Это ожидание усилило также воссоединение сценаристов звездной дорамы «Человек со звезды». Дорама «Королева слез» лидировала в чарте 9 стран – Корея, Кунг-Конг, Индонезия, Япония, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Вьетнам, а также занимала позицию в первой десятке в 28 странах мира. По данным Нинсан Корея, рейтинг зрителей дорамы резко вырос с 5,9% до 13% всего за 4 эпизода. Ким Сухён и Ким Джи Вон привлекли немалое внимание своей искусной актерской игрой, а Ким Джи Вон занимает первое место в чарте самых обсуждаемых актеров, удерживая эту позицию вторую неделю подряд. 22 марта состоялась премьера романтической драмы «Угадай кто я». Главные роли исполнили Джан Ю Си и Ван Зи Ци, а также Кен Ай Юй, Ван Ця Ин, Лю Че Хуэй и другие. Сон Яо никогда не упускает случая наказать богатых изменщиков и заставить страдать их от последствий плохих действий. Она обладает способностью влюбить в себя с первого взгляда, однако ее магия не работает на Цзэ Чэнь Чуане, наследнике группы компании Чэнь Тянь. Она испробовала разные методы соблазнения до тех пор, пока не выяснила, что он самозванец по имени Цинь Хао. Это будет битва в духе мистера и миссис Смит. Когда соблазнительница встречает лжеца, кто из них победит, и какие тайны скрываются за жизненным опытом Сон Яо. Шин Мина покорила публику элегантной уверенной фотосессией для журнала «Эль Корея». Размышляя над концепцией, Шин Мина поделилась своим убеждением в том, что истинное сияние исходит не только от внешнего вида человека, но также из внутренних эмоций и уверенности в себе. Она подчеркнула важность любви к себе для раскрытия своей подлинной красоты и сияния. 20 марта костюмированная драма «Двойник» получила лицензию на трансляцию. Главные роли исполнили У Цзинь Янь и Ван Цзинь Йоя, а также Лю Сэ Нин, Чэнь Синь Хай, Айми и многие другие. Драма основана на веб-романе автора Цзянь Ши Ча Кэ «Замужество дочери Ди». Оригинальный роман рассказывает историю о Сюэ Юй, дочери магистрата, которая счастливо жила в семье, но потеряла все после больших перемен. Спасенная дочерью министра ритуалов, она вернулась в столицу под ее именем – Цзянь Чжу Юй. И с помощью Сяо Хэна преодолела множество трудностей, опасностей и спасла своего отца, который несправедливо попал в тюрьму. Драма продюсирует известный, но скандальный продюсер Ю Джен. Он также выступает в этом проекте как сценарист. Дата премьеры пока не сообщается. Драма «Доминирующий вид» поделилась новыми постерами. Тренер повествует о Юн Джай Ю, генеральном директоре компании генной инженерии BF, открывшей новую эру искусственно культированного мяса в 2025 году, и У Че Уни, офицерия в отставке, которая охраняет ее, когда они оказываются втянуты в серию происшествий с загадочной смертью. На первом постере запечатлен У Че Ун, смотрящий вдаль на фоне протестующих, чьей целью стала BF Group из-за открытия L искусственно культированного мяса. Надпись на постере гласит, «Самая лучшая технология приходит в виде оружия, что лишь усиливает интерес к таинственной истории данного персонажа». На следующем постере изображена Юн Джай Ю, произносящая речь с огромного рекламного щита. Ее расслабленная манера поведения контрастирует с грозно настроенным протестующими. На постере написано «Тот, кто изменил мир, стал мишенью для всех», намекая на угрозы, с которыми она столкнется. Премьера драма «Доминирующий вид» состоится 10 апреля. Disney Plus начали раскрывать детали долгожданного сериала «Акалит» вселенной «Звездные войны», где снялся Ли Джон Дже, известный ролью в популярной драме «Граф Кальмара». Действие сериала происходит во времена расцвета республики в «Ордене джедаев» до событий фильма «Звездные войны» эпизод 1 «Ская-то угроза». «Акалит» расскажет историю девушки, которая в прошлом была под Аваном, и мастера джедая, расследующих серию зловещих преступлений в постоянно меняющейся галактике. Ли Джон Дже присоединился к сериалу в качестве одного из главных актеров и исполнит роль мастера джедая. В недавно опубликованном трейлере Ли Джон Дже показан во время обучения юных джедаев. Продюсер Лесли Хедланд описала «Акалит» как нечто среднее между «Холодным сердцем» и «Убить Билла». Премьера сериала состоится на Disney Plus 5 июня. 20 марта был представлен апрельский выпуск журнала «Эльф», в котором сияли Ли Дже Ук, Ли Джун Йон и Хон Су Джу, актеры дорамы Disney Plus «Королевский путь», создав завораживающую и манящую атмосферу. Опубликованные кадры из фотосессии передали не только утонченное очарование трех молодых людей, но также отразили их прекрасную химию. В частности, индивидуальные снимки продемонстрировали странное напряжение, которое лишь добавило интригу взаимоотношениям их персонажей в дораме «Королевский путь». Актриса Чон Эн Че состоит в отношении к дизайнерам и артистам Ким Чон Дже. Они встречаются с прошлого года. Чон Эн Че дебютировала в фильме «Кукловод» в 2010 году и появлялась в различных проектах, включая «Дорамы Гость», «Король Вечный Монарх», «Патинка» и «Анна». В настоящее время актриса готовится к предстоящей дораме «Ти Вен Чон Ньон», премьера которой состоится во второй половине этого года. Ким Чон Дже работает дизайнером продуктов. В 2017 году он появился в развлекательной программе NBC «I Life Alone». 20 марта завершили съемки «Дорамы. Легенда о женщине-генерале». Главные роли исполняют Джоу Ей и Чен Лэй, а также Бай Шу, Джан Кан Лэ, Джан Мяо И и многие другие. Это адаптация веб-романа «Возрождение звездного генерала» автора Цянь Шань Ча Ке. Хэйянь – девушка из благородной семьи, которая вместо больного брата добывала славу и почет. Когда ее брат выздоровел, то присвоил вся лавра себе. Хэйянь выдали замуж, а потом отравили, чтобы она никогда не раскрыла секреты личности настоящего генерала. Хэйянь переродилась в теле дочери капитана в военном тренировочном лагере. Она снова проходит путь становления генералом, чтобы отомстить всем, кто был с ней несправедлив. Это история женщины-генерала с нежной внешностью и усильным духом. И мужчины-генералы с холодным нравом и выдающимися боевыми навыками. Герои объединяются, чтобы бороться с обманом и несправедливостью, помогать слабым и устранять внешние угрозы. Ким Сухён ведет переговоры о новой дораме «Knock Off». Источник из продюсерской компании также рассказал, что Ким Сухёну предложена главная роль, а вопрос о канале для трансляции платформе все еще обсуждается. Согласно сообщениям, «Knock Off» – это новый комедийный сериал, который ведет переговоры о трансляции на интернет-платформе. Продолжаются съемки дорамы «Легенды» от Занхая. Главную мужскую роль исполняет Сяо Чжань, а в остальных ролях Джан Цзиньи, Джоу Цзи, Хуан Цзюэ. Дорама основана на романе. Джу Ну в юности потерял всю семью и жаждет мести. Спустя 10 лет он возвращается под вымышленным именем Цзанхай и становится советником своего врага, решая за него многие проблемы и дела. Он поднимается по служебной лестнице при императорском дворе, приближаясь к главной цели своей жизни. 20 марта были опубликованы новые фото Сяо Чжани на съемок дорамы. Актер одет в синие одежды государственного чиновника. 21 марта стартовали съемки романтической драмы «Лучшая вещь», основанной на популярном романе «Любить тебя лучшее, что я когда-либо делал». Главные роли исполняют Джан Лин Хэ и Сюи Жо Хань. Шэнь Цзинь Фан – менеджер отеля и трудоголик. Из-за сверхурочной работы она страдает от головных болей и бессонницы. Девушка идет в больницу общего профиля и попадает на прием к врачу Хэ Суэ, который очаровал ее с первого взгляда. Первая встреча оставила у обоих теплые чувства. Врач посоветовал ей побольше отдыхать и исключить стресс. Однако она продолжает работать сверхурочно, и ее головная боль только усиливается. Вскоре девушка снова попадает в больницу, Хэ Суэ становится ее лечащим врачом. С каждым новым приемом их увлеченность друг к другу только усиливается. Новая драма «Относись ко мне небрежно» с Ким Мюн Су и Ли Юн Йон выйдет в мае. Основанная на одноименном вептуне романтическая комедия расскажет историю любви Шэнь Юн Бока, студента из деревни Сон Цан, который глубоко верит в конфуцианские ценности, и его преподавателя искусств Ким Хон До, обладающий безрассудным и прямолениным характером. Ким Мюн Су, он же Элл Зин Финит, исполнит роль Шэнь Юн Бока, который добр к другим, но строг к себе. В своей жизни он следует пяти конфуцианским добродетелям – праведности, вежливости, доброжелательности, мудрости и вере. Ли Ю Йон сыграет Ким Хон До, не имеющий власти и связи, в который часто неуважительно относится в жестоком мире дизайна, однако она все еще верна своей мечте стать дизайнером. После длительного перерыва, связанного со свадьбой и рождением ребенка, актриса Ом Хён Кён порадовала своих поклонников, выложив новый пост в соцсетях. Но это не просто публикация, это первое обновление страницы за последний год, поэтому такое, казалось бы, частое явление вызвало бурю эмоций у фанатов. Как вы все, давно не виделись, не так ли? Такими словами, актриса поделилась в своем аккаунте 19 марта, прикрепив к посту несколько фотографий. На снимках она позирует на фотосессии, демонстрируя очаровательную внешность и красоту. В прошлом году Ом Хён Кён удивила поклонников новостями о своей свадьбе и беременности. Актриса, известная своей ролью в дораме MBC «Второй муж», встретила своего будущего мужа, актера Ча Сол Вона, младше ее на 5 лет, на съемочной площадке. Их отношения быстро переросли во что-то большее, и вскоре пара бьет в своем номере и пожениться. Сообщение о беременности было воспринято как благословение, и, по словам представителей актеров, они с нетерпением ждали пополнения. В октябре того же года Ом Хён Кён родила сына и на время отошла от работы, чтобы посвятить себя семье. Теперь, спустя некоторое время, актриса готова вернуться на экраны в новой дораме MBC «Храбрая Йон Су Чон». Сюжет рассказывает о неукротимой торговке Йон Су Чон, мечтающей стать великим торговцем, и о ее запутанных романтических отношениях с Йо и Чжу. В этом проекте Ом Хён Кён обещает показать, на что способна, воплотив в жизнь харизматичную и прямолинейную Йон Су Чон. Дорама выйдет в эфир после завершения текущего проекта MBC «Третий брак». Премьера, предположительно, состоится в апреле. Муж актрисы Час Омон на данный момент проходит военную службу и должен будет уволиться в мае этого года. Многие уверены, что это прибавит актрисе сил и вдохновения для новых профессиональных достижений. Корейские бренды не спешат продлевать рекламные контракты с Хан Су Хи. Согласно заявлению Лота Чиль Сан, контракт Хан Су Хи на бренд Чум Чу Рун был заключен в начале марта и не был продлен по стечении годичного срока. Представители Лота Чиль Сан заявили, после стечения срока ее контракта продление контракта не проводилось и добавили, что ее замена на новую модель бренда еще не определена. Хотя продление контракта не было обязательной процедуры, это привлекло внимание общественности, так как Лота Чиль Сан заявили об этом в свете разгоревшегося скандала вокруг отношения актрисы с Рю Джун Йолем. Кроме того, это первый случай за 8 лет, когда рекламная модель Чум Чу Рун сменилась всего за год. Сообщается, что NH Bank также решил не продлевать свой контракт с Хан Су Хи, планируя в ближайшем будущем найти новую модель для продвижения. Хан Су Хи работала в NH Bank в качестве модели с 2021 года и срок ее контракта также истек в начале этого месяца. Кроме того, раздел комментариев рекламному видеоролику на платформе Hey Dealer по торговле подержанными автомобилями с ее участием был закрыт из-за критикующих высказываний пользователей сети по поводу отношения актрисы. Ро Юн Со излучает изысканную ауру в новой фотосессии в Париже. Недавно модный журнал Harper's Bazaar Korea опубликовал новую фотосессию актрисы с известным ювелирным брендом Cartier. Фотографии были сделаны, когда Ро Юн Со приехала в столицу Франции для посещения праздничной вечеринки в честь столетия ювелирной коллекции Trinity. Фотосессия под названием «Свидание в Париже» раскрывает неповторимое обаяние актрисы. 22 марта был опубликован новый постер к Дораме «Лучший выбор». Главные роли исполнили Ян Цзи и Сюй Кай, а также Ню Цзюнь Фэн, Сюй Лин Юэ, Джан Яо и многие другие. В основе сюжета и истории о простой девушке Май Чин Гуань, по настоянию матери она предлагает своему парню пожениться. Однако из-за разницы в социальном статусе, а также из-за излишнего вмешательства родителей в их отношения, они расстаются. Май Чин Гуань не со всех сил пытается вырваться из-под влияния матери и жить самостоятельно. Ее старание замечает приемная бабушка. Она предлагает девушке взять бразды правления отелем. Вместе с профессиональным управляющим Яо Джимином, Май Чин Шуань постигает дозы гостиничного бизнеса. В процессе работы герои влюбляются. Дата премьеры Дорамы пока не сообщается. Согласно некоторым источникам, выпуск состоится 19 апреля на канале СССР 9, но это пока не подтвержденная информация. Новый сериал ТВН «Жизнь человека, который однажды станет мудрым», который является спин-оффом Дорамы «Мудрая жизнь в больнице», скорректировал свой график трансляции. 21 марта Уссен сообщили, что ТВН отложили выход в эфир Дорамы на вторую половину этого года, хотя первоначально она была запланирована как премьерница «Королевы слез». Таким образом, после завершения «Королевы слез» начнется трансляция драмы «Полуночная романтика в Хакбоне» с Чон Ригон и Вихаджуном, премьера которой состоится 11 мая. Трансляция «Жизнь человека, который однажды станет мудрым» запланирована на вторую половину этого года, но точное время еще не определено. Изначально премьера Дорамы должна была состояться в мае, о чем упоминалось на мероприятии Meet & Grow в январе. Однако возникли опасения из-за недавней волны массовых увольнений медицинских работников, что вызвало ощутимую нехватку персонала в крупных больницах. Учитывая тот факт, что история Дорамы вращается вокруг медицинских работников, недавние события повлияли на пересмотр даты выхода в эфир. Дорама расскажет реалистичные и трогательные истории о жизни в больнице, а также о дружбе врачей и персонала филиала Чон Но Медицинского центра Юльже. Режиссер Шин Вон Хой, сценарист Лио Джон, которые работали над Дорамами «Ответ 1988» и «Мудрая жизнь в больнице» приняли участие в создании этого проекта. Ранее было подтверждено, что в Дораме снимаются Го Юн Джон, Кан Ю Сок, Шин Ся, Хан Е Джи и Чон Джун Вон. Мун Гайон вновь продемонстрировала свое очарование. 21 марта модный журнал Harper's Bazaar Korea опубликовал серию снимков Мун Гайона с фотосессией для Dolce & Gabbana, которая была сделана на улицах Миланы, когда актриса посещала показ бренда на неделе моды. Данная фотосессия получила название «Чистое желание», позволив Мун Гайон выразить свою чувственность. С макияжем в естественных тонах актриса создала провокационное настроение, но при этом в полной мере продемонстрировала свой шарм. Более того, она впечатлила весь стаф, идеально позировав цветное платье, словно профессиональная модель. Между тем, недавно Мун Гайон дебютировала в качестве писательницы и опубликовала книгу Фата, в которой рассказала свою историю. Недавно было объявлено, что ко второму сезону дорамы СБС «Сбежавшая семерка воскрешения» присоединился Ли Чон Шин Син Блю, и нас не заставили долго ждать новых кадров с ним. Одна из самых нашимевших дорамы прошлого года «Сбежавшая семерка» рассказывает историю человека, желающего стать королем дворца, построенного на фальшивых новостях. «Сбежавшая семерка воскрешения» покажет противостояние семи человек, вернувшихся из Ада ради мести абсолютному злу в лице Мэтью Ли. Ли Чон Шин сыграет Хван Чон Сона, генерального директора Сейв, номер один интернет-портал в Корее. До этого Хван Чон Сон был преемником Хван Джи Бо, одной из трех крупнейших компаний, выпускавших новости. Однако он решил открыть свой бизнес и успешно вывел его на лидирующую позицию на рынке интернет-порталов. На новых кадрах нам показали повседневную жизнь генерального директора. Своим взглядом Хван Чон Сон как будто читает мысли собеседника, что заставляет нас гадать, какую же роль он сыграет в планах Мэтью Ли. Премьера «Сбежавшая семерка воскрешения» состоится 29 марта. Телеведущий Бум стал отцом. 22 марта лейбл T-Entertainment подтвердил, Сегодня в 9.40 утра у Бума его супруги родилась здоровая девочка весом 2,9 кг и мать ребенок здоровая. Бум остается с ними. Бум женился на девушке, не являющейся знаменитостью в апреле 22 года. В различных телепередачах он часто выражал большую радость и волнение по поводу беременности своей жены. Че Су Джин поделилась великолепными фото со своей свадебной фотосессией. Недавно она официально объявила через свое агентство, что в следующем месяце выйдет замуж за своего бойфренда, не являющегося знаменитостью. Ким Сы Рон опубликовала в своей соцсети селфи с Ким Су Хеном. На фото они позируют близко друг к другу, соприкасаясь щеками. Хотя Ким Сы Рон быстро удалила свой пост, фотография успела разлететься по интернет-сообществам, вызвав слухи о романтических отношениях между ней и Ким Су Хеном. В тот же день агентство Ким Су Хена заявило, нынешние слухи об отношениях Ким Су Хена беспочвенны. Фотография, которая распространилась в интернете, была сделана в прошлом, когда они были в одном агентстве. И намерения, стоящие за действиями Ким Сы Рон, совершенно не ясны. Далее в заявлении агентство Ким Су Хена сообщило, что будет принимать юридические меры в ответ на злонамеренную клевету и оскорбительные публикации, которые наносят вред репутации актера. В прошлом Ким Сы Рон была в том же агентстве, что и Ким Су Хен. Однако после скандала и завождения в нетрезвом виде в мае 2022 года она осторгла эксклюзивный контракт с агентством. Дорама «Старший инспектор» 1958 представила новые постели с Ли Джихуном, Ли Дон Хуи, Чве Усоном и Юн Хён Су. «Старший инспектор» 1958 является приквелом «Дорама «Старший инспектор», трансляция которой длилась на протяжении 18 лет. В то время события сериала происходили в 70-х и 80-х годах, а ныне будут происходить еще раньше, в 1958 году. История повествует о детективе Пак Йон Хане, специализирующемся на поимке мелких воров. Он объединяется с тремя неординарными коллегами, чтобы разрушить коррупцию. Первый плакат демонстрирует детектива Пак Йон Хана в полицейском участке Чон Нам. Он внимательно изучает газетную статью, будто исследует и собирает улики. Второй постер показывает детектива Ким Сан Суна, лицо которого передает сложные эмоции, гнев и недовольство. Ким Сан Сун по прозвищу «Сумасшедший пес» является значимой фигурой в полицейском участке Чон Нам. Придется подождать, прежде чем персонаж раскроет свои тайны и причины враждебности к миру, а также претерпит изменения после встречи с Пак Йон Ханом. Следующий плакат показывает Чок Йон Хвана, который с легкостью крутит педали велосипеда, несмотря на сложенную кучу тяжелых мешков риса позади него. Интересно, какое влияние окажет молодой человек с необычайной силой на полицейский участок Чон Нам после работы на рисовой меннице. Последний постер знакомит нас с опрятным и решительным Сохо Джоном. После окончания престижного университета, молодой человек решает подать заявку на участие в специальной программе наборов полиции, чтобы осуществить многолетнюю мечту. Попав в полицейский участок Чон Нам, сможет ли представитель элиты Сохо Джон стать отличным детективом и в полной мере воспользоваться своим блестящим умом? Премьера драмы «Старший инспектор» 1958 состоится 19 апреля в 21.50 по корейскому времени. Фильм «Криминальный город 4» поделился новыми кадрами. Четвертая часть культовой франшизы расскажет о новом деле детектива Ма Сок До, и на этот раз ему предстоит выступить против Бек Чан Ги, бывшего спецназовца, который теперь управляет нелегальной игровой организацией, и Чан Дон Чо Ля, гения в сфере информационных технологий. На новых кадрах Ма Сок До ведет расследование нового дела. Ранее в интервью актер отмечал, новая часть ощущается не так, как предыдущие, теперь действие стало более напряженным. Премьера фильма «Криминальный город 4» состоится 24 апреля. Недавно были опубликованы кадры из фотосессии Ю Йон Сока для апрельского выпуска журнала «Эль». На представленных фото Ю Йон Сок, одетый в невероятную обувь на высоком каблуке, излучал элегантность танцора и впечатляющую харизму. Кроме того, даже позируя лежа, он создал ощущение динамики, словно находился в танце, продемонстрировав свою гибкость. 21 марта отделом по расследованию коррупции и экономических преступлений Южного полицейского управления Кён Ги был арестован старший офицер полицейского управления Инчона по подозрению в утечке следственной информации о покойном актере Лисон Гюне. В настоящее время старшему офицеру Эй предъявлено обвинение в утечке отчета о расследовании употребления наркотиков Лисон Гюном в октябре прошлого года. Подтвердено, что на момент расследования Эй не был связан с отделом по расследованию преступлений, связанных с наркотиками. Одновременно с арестом полиция провела второй обыск и изъятие имущества в полицейском управлении Инчона. Ранее в январе этого года полицейское управление Инчона запросило помощь внешнего агентства для расследования утечки следственной информации по делу Лисон Гюна. Такие меры были предприняты, чтобы обеспечить справедливое и прозрачное расследование. Тем временем Эй будет передан в Южное полицейское управление Кён Ги для более тщательного расследования и анализа всех изъятых материалов. 22 марта модное издание Arena Homi Plus выпубликовало интервью и фотосессию Квак Дон Йонна для апрельского выпуска. В настоящее время Квак Дон Йон появляется в дороге «Королева слез», где исполняет роль Хон Сучоля, чеболя в третьем поколении и генерального директора Queen's Mart. Во время фотосессии Квак Дон Йон внимательно наблюдал за процессом съемок, меняя выражение лица. В интервью он поделился, что исследует свои сильные стороны. «В моем случае у меня большие выразительные глаза с двойными веками. Я думаю, что когда эта сторона используется правильно, эмоции можно передавать более интуитивно и сильно. На мой взгляд, дело не только в том, красивый ты или некрасивый, а в том, насколько ты можешь передать эмоции». Квак Дон Йон дебютировал в 2012 году в Дораме «Семейка моего мужа». Он работает актером более 10 лет и демонстрирует свои актерские способности независимо от роли. Квак Дон Йон рассказал о своих критериях выбора проектов. «Мой главный критерий – первое впечатление. Это то же самое, когда вы встречаете кого-то в первый раз. Я думаю о том, привлекательны ли для меня персонажи. В то же время я пытаюсь понять, смогу ли я показать новую сторону себя с точки зрения актерского мастерства и сможет ли персонаж отразить недавние изменения и рост, который, как мне кажется, у меня наблюдается на данном этапе». На вопрос о том, каким человеком он хотел бы запомниться, Квак Дон Йон ответил. «Я хочу быть актером, который будет интересовать людей. Например, недавно вышел фильм «Раскопанная могила». Когда я посмотрел трейлер, первое, что я подумал – актер Чиуменшик занимается оккультизмом. Я смотрю, потому что мне интересно, потому что Чиуменшик заслужил доверие своей игрой. В этом плане я надеюсь стать актером, который вызывает у зрителей любопытство и доверие одновременно. Ли Чи Мин и Рю Да Ин состоят в отношениях. Ли Чи Мин и Рю Да Ин вместе снились в популярной драме прошлого года «Скандалного дня». После долгого ожидания фильм «Страна чудес» готов появиться в кинотеатрах. Компания Ace Maker Movie Works подтвердила. «В настоящее время мы готовимся к выпуску «Страны чудес» в июне и уже начали маркетинговые приготовления». Фильм «Страна чудес» расскажет историю людей, которые используют сервис «Страна чудес», позволяющий воссоединиться с любимыми людьми, с которыми они уже не смогут встретиться в реальной жизни. Режиссером стал Ким Тэйон, известная работа над популярным фильмом 2010 года «Поздняя осень», где снялись Тан Вэй и Хён Бин. Еще до начала производства фильм «Страна чудес» привлек много внимания звездным актерским составам, в который вошли Пак Бо Гом, Сюзи, Тан Вэй, Гон Ю, Чон Ю Ми и Чио Шик. Съемки завершились перед уходом Пак Бо Гома в армию в августе 2020 года, однако дата премьеры оставалась неопределённой до сих пор. Сюзи и Пак Бо Гом сыграют молодую пару, которые больше не могут общаться в реальной жизни после того, как персонаж Пак Бо Гома впал в кому. Чон Ю Ми и Чио Шик исполнят роли тех, кто контролирует события, происходящие в пределах симулированной реальности под названием «Страна чудес». Гон Ю сыграет 40-летнего мужчину, который скучает по своей покойной жене, чью роль исполнит Тан Вэй. Айю и Ким Сухён продемонстрировали давнюю дружбу, поделившуюся очаровательной фотографией с концерта. 21 марта Ким Сухён опубликовал милую фотографию в своём аккаунте в соцсети. Он сделал совместный снимок с Айю за кулисами после посещения её концерта в Сеуле. Ким Сухён и Айю вместе снялись в Дорамике Бесту «Одержимой мечтой», а позже воссоединились в сериале «Продюсеры». С тех пор они остаются близкими друзьями. В новой фотосессии к изданию «Лофис Эл Хоум из Чина» Дэн Вэй был выбран в качестве модели. Прославленный своими экранными работами и неповторимой харизмой, Дэн Вэй гармонично предстал в коллаборации Диор и Шарлот Тильбурри. Среди его недавних картин в Сен-Дай растут деревья, бесконечная тоска в разлуке 2 и легенда о розовых облаках. Ли Джи Хун, покоряющий зрителей своей способностью изображать одновременно нежность и силу, появился на обложке «Лофис Эл Хоуми Вайке» Эдишн Весна-Лето 2024. На фоне ветра он предстает перед камерой за спокойным и призрачным выражением лица в часах и украшениях от кортье. Ли Джи Хун, выигравший Дэ Сан на премии SBS Drama Awards 2023, встретится с ожидающими его зрителями в дарами «Старший инспектор» 1958. Кроме того, в этом году запланирован выход таких фильмов с Ли Джи Хуном, как «Побег» и «Моральный риск». Съемки которых уже завершены. Искреннее и подробное интервью с актером, который говорит, что вкладывает все силы в каждый момент актерской работы, чтобы не оставить после себя сожалений, будут опубликованы на официальном сайте журнала в соцсетях. Ван Чу Жань и Ли Хуни исполняют главный ролик в костюмированной дарами режиссера Го Цзин Мина по одноименному роману автора Сю Тан «Женщина-убийца династии Тан И Сун». Дарами также принимают участие актеры Янь Ань, Ли Вэнь Хань, Цзо Е Ань и другие. Ань Цзю – наемная убийца, которая во время очередной миссии была ранена и спасена милой и доброй девушкой Мэй Цзю. Ань Цзю попадает в семью Мэй. В их доме происходит череда загадочных событий, из-за которых Ань Цзю решает не раскрывать свои истинные способности. Вскоре Герень узнает тайну семьи Мэй. Много лет они тренируют телохранителей для тайной императорской охраны. Кроме того, семья Мэй – древний род наемных убийц из династии Сун. Ань Цзю сдружилась с Мэй Цзю и тайно влюбилась в ее наставника Чу Цзин Цзяна. Глаза его темнее ночи, всегда сокрыты под тенью плаща, а высокая фигура, подобно величественному памятнику среди песков пустыни. Он самый могущественный в мире. Ань Цзю пытается сблизиться с ним, но Чу Цзин Цзян делает все, чтобы она его забыла. Вскоре клан Мэй терпит крах, семья уничтожена, Мэй Цзю погибла. Ань Цзю поклевась отомстить за тех, кто стал ей дорого и найти убийцу. Однако шаг за шагом попадает в паутину заговоров, ненависти и любви. Съемки начались в конце января этого года. 23 марта состоялась премьера Уся Дорамы «Семья пяти элементов». Главные роли исполнили Даррен Ван и Жэнь Минь. Сериал основан на романе «Пять воров». Действие Дорамы разворачивается во времена Китайской Республики. Пять семей стоят на страже таинственного сокровища, пять тени фритовых бусин, которые дают их обладателю безграничную власть. Сторонник японского режима Джан Сэ начинает охоту за сокровищем, и телебусин противостоят ему. Премьера драмы должна была состояться в марте прошлого года, однако была отложена по неизвестной причине. Запланирован показ 12 эпизодов по 45 минут каждая. В первый день транслировалось сразу 3 эпизода и далее будет выходить по 2 эпизода каждый день. 24 марта фильм «Раскопанная могила» достиг 10 миллионов зрителей в Южной Корее, став первым фильмом в этом году с такой отметкой. Спустя всего лишь 32 дня с премьеры фильма «Раскопанная могила» удерживает первое место по кассовым сборам ни разу не потеряв свои позиции. В честь такого события команда фильма выпустила несколько неопубликованных кадров, поделившись своей радостью. Чи Мэн Шик еще до достижения отметки в 10 миллионов выражал свою радость. Я не знаю, как выразить свою благодарность, но эта ситуация похожа на праздник. Для Ким Го Ин и Ли Ду Хёна это первый фильм, собравший такое количество зрителей, а для Ли Ду Хёна к тому же удачный дебют в качестве киноактера. Выпуск фильма «Раскопанная могила» выполнен в межсезонье, что является необычным случаем. Единственным фильмом, также вышедшим в феврале и собравшим 10 миллионов просмотров, является «38-я параллель» 2004 года. «Раскопанная могила» — это оккультные мистические фильмы о двух шаманах, гробовщике и мастере Фэн Шуй, которые перемещают институтные могилы за огромную сумму денег. Продолжаются съемки романтической дорамы «Первый иней». Сериал основан на популярном веб-романии «Мань Хуа. Трудно уговорить». Главные роли исполняют Бай Цзин Тин и Чан Жан Нань, а также Джай Сяо Вэй, Чан Мяо и другие. В основе сюжета дорамы «Первый иней» — история Сан Яня, который был тайно влюблен в одноклассницу Венни Фань. Они договорились о том, что будут вместе сдавать вступительные экзамены в университет, но в назначенный день Венни Фань не приходит на экзамен. Спустя 10 лет герои при встрече делают вид, что они знакомы друг с другом. Однако по воле случая они стараются соседями и выясняют все недоразумения прошлого и влюбляются друг в друга. 24 марта были опубликованы первые постеры с главными героями дорамы. Новый фильм о номер 2 поделился первыми кадрами. 25 марта компания Content Tio Inc выпустила первые кадры с Пен Йоханом, Шен Ке Сон и Ли Эль. Метические тридеры номер 2 расскажут историю Гу Джон Те, агента по недвижимости, который становится свидетелем смерти Хан Су Ры, инфлюенсера, за которым он следил. Джон Те начинает изучать жизнь Хан Су Ры, чтобы снять с себя подозрения в ее убийстве. Ли Эль сыграет детектива О Йон Чжу. На первом кадре Джон Те сидит в офисе с собакой на руках, напряженно изучая монитор компьютера. На следующем кадре ярко улыбается инфлюенсер Хан Су Ра, окруженная люксовыми вещами. Детектив О Йон Чжу следует чей-то дом, направив в темноту комнаты фонарик и револьвер. Премьера фильма «На мертва» запланирована на май. Звездная пара Ким У Бин и Шен Мина продолжают демонстрировать взаимную привязанность и поддержку. 22 марта в сети появились фотографии фургона с кофе, отправленного на место съемок предстоящей дорамы Карма, в которой играет Шен Мина. Фургон прислал Ким У Бин, с которым она встречается уже около 9 лет. Ковейный фургончик был мило украшен розовыми цветами и различными фотографиями актрисы. В верхней части баннера было написано сообщение от Ким У Бина. «Все сотрудники и актеры Кармы сил вам! Я полностью вас поддерживаю, особенно поддерживаю Шен Мина» от Ким У Бина. Двое актеров всегда демонстрировали взаимную поддержку, отправляя фургон из кофе на съемочной площадке проектов друг друга. Настало время посоветовать вам дораму и, как всегда, хочу посоветовать то, что смотрю прямо сейчас сама. Священный развод Шин Сон Хан – талантливый пианист. Он родился в обеспеченной и уважаемой семье. С самого детства привык получать в этой жизни все, что только мог пожелать. Ему можно было только позавидовать, ведь идеальное будущее было предопределено. Главный герой уже долгое время работает профессором музыки в одном из университетов Германии. Казалось бы, что жизнь его полностью устраивает. Однажды определенные события, произошедшие в жизни, заставляют его вернуться на родину и подталкивают на смену профессии. В возрасте 39 лет он решает создать экзамен на адвоката. И здесь начнется его новая история, но уже в роли талантливого юриста по бракоразводным процессам. В новой профессии чувствительный Шин Сон Хан будет постоянно сталкиваться с проблемными клиентами. Но моральную поддержку он найдет в своих давних друзьях. В первую очередь Чан Хион Гуни, его одноклассники, который рано женился и построил отличную карьеру в крупной торговой компании, у него была стабильная жизнь до одного несправедливого случая, после которого он разошелся со своей женой и перешел работать секретарем к другу адвокату и Чон Джун Чики, его школьном друге, долгое время ищущим свое призвание в этой жизни, перепробовавшим множество профессий. В конечном итоге он находит себя, став генеральным директором в собственной компании, которая связана с недвижимостью, и становится завидным холостяком. В историю неразлучных друзей врывается Лиса Джин, которая работает радиодиджеем. Она застряла в ужасном браке, как птичка, запертая в клетке. Однако, намереваясь покончить со своим адским замужеством, она решает обратиться за помощью к главному герою, чтобы он помог ей расторгнуть брак и взять опеку над ребенком. Шин Сон Хан соглашается ей помочь, хотя дело ему кажется заведомо проигрышным. Пишите в комментариях, смотрели или нет, эту дараму и понравилась ли она вам. А на этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Анян!